Господин из Сан-Франциско Он был комфортабельный и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец и решил передохнуть. Люди, которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя. Однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличала с особой впечатлительностью. Но ведь все пожилые американки – страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? То ты, наверное, сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином Исан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии. Памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродящих пепцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко любовь к их неопританок, пусть даже и не совсем бескорыстный. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, то самое, от которого зависят все блага цивилизации, и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетки, третий тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там мизереры. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купаний на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Плестины, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва отлично. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бурей с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитая Атлантида, был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, и жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало на серо-зеленой водяной пустыне, тяжело волновавшейся в тумане. Накинав фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао, затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шевлеборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие два часа посвящались отдыху. Все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом или сладко задремывая. В пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньем. Всем повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования. «Венец его!» И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачности и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шею, как какой-нибудь лорд-мер. Слокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного Йоганнисберга, за вокалами и вокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богата, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью, дочь. Высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешек, дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господине Сан-Франциско, задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов. До малиновой красноты накуривались с гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами. Вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке. Мрачным и знойным недром преисподней, ее последнему девятому кругу, была подобна подводная утроба парохода. Та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по бою с голыми людьми, багровыми от пламени. А тут в баре беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма. В танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость. Парой то крутились в вальсах, то изгибались танго, и музыка настойчива в какой-то сладостной, бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прилата в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный, тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого, в общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнулось зимой, шла крупная и цветистая, как хвост павлина волна, которая при ярком блеске и совершенно чистом небе развела веселый, бешено летевший навстречу Трамонтана. Потом, на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близлась земля, показались иски, капли, виногль уже виден, был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого, неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки, бессответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смолеными косами допят и с девичьими густыми ресницами исподвали, вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, на СССР. Дочь господина и Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем. Вчера вечером под счастливой случайности представленным ей и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош с собой и странен. Очки и котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские. Смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все, все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неисъяснимые очарования. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на лакированных ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути и потому вполне верю в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, рисовали до него настильщиков, доставляли его сундуки в гостиницу. И так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостиво языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. И господину Исану Франциско, даже, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда Атлантида вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой и усеянной людьми и загрохотали сходни, сколько портье и их помощников в картузах с золотыми голунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулись к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски, прочь, 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 прочь. Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой, облачное малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля, потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувии до подножья, окутанный сияющими утренними парами, на серебристую жемчужную рябь залива и тонкий очерк капри на горизонте, на бегущих внизу по липкой набережной крохотных остиков двуколках и на отряды маленьких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой, потом выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно, чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же, величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвешника, краснеющие в глубине на престоле убранным кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и что-нибудь сняйте со креста непременно знаменитой. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочерь господина Сан-Франциско чуть не сделалась дурно, и показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чай в отеле в нарядном салоне, где так тепло от ковров и плавящих каминов. А там снова приготовления к обеду, снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками, отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый черток столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метр дотеля с необыкновенным мастерством, разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновата поднимали плечи, бормоча, что такого года они не запомнят. Хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное, на ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермы туристы, спасаясь от стуж, разбегаются. Утреннее солнце каждый день обманывало. С полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее. Тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков извозчиков резиновых крыльями, развивающихся по ветру накидках, нестерпимо вонючие, энергичное хлопание их бичей над танткашеями и клячами явно фальшивым, обувь сеньоров, разметающих трамвайные рельсы ужасную, а женщины, шлепающие по грязи под дождем с черными раскрытыми головами, безобразно коротконогими, просырышь же и вонь гнилой рыбы от пенищегося у набережной моря и говорить нечем. Господин и госпожа и Сан-Франциско стали по утрам ссориться. Дочь их то ходила бледно и с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда мила и прекрасна. Прекрасны были те нежные и сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь. Ибо ведь в конце-то концов может быть и не важно, что именно пробуждает девичью душу, деньги ли, слава ли, знатность ли рода. Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри, там и теплее, и солнечнее, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральнее. И вот семья и Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, что, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах лазурного грота и послушав обруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих волы Деви Марии, поселиться в Соррэнто. В день отъезда очень памятный для семьи и Сан-Франциско. Даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью море. Капри совсем не было битно, точно его никогда не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех. Ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, уже многие годы из-за гибдей, качавшаяся на этих волнах и в зно, и в стужу, и все-таки неутомимая, только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик Либона. Мистер, лежавший на спине в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти и всю дорогу. Лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела. Последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался живыми картинами в некоторых притонах. А дождь, сек, требезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачте и порой вместе с налетевшей волной клал пароходик совсем на бок и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках к Кастеломаре в Сорренте было немного легче, но и тут размахивало страшно. Берег со всеми своими обрывами, садами, пиньями, розовыми и белыми отелями и дымными и курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях. В стены стукались лодки, третьеклассники азартно орали, где-то точно раздавленный давился криком ребенок, сырой ветер дул в двери и ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы Руаяль картавый мальчишка, заманивавший путешественников «Куаяль! Хотель Куаяль!» и господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему совсем стариком, уже с тоской и злобой думал обо всех этих Руаяль, Сплендит и Эксельсиор. Раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплестививших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, к которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние. Наконец, уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани, потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь. На перебой понеслись отовсюду ярстные крики лодочников, и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья и Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянула сверх по откосу среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев с блеском оранжевых плодов и толстой глинцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончика. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер, но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина и Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных в очках с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек и компанией длинноногих круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщенными сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем нещедрых на траты. Господин и сам Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и тедюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов, застучали по маленькой точной оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек, и как по сцене пошел среди них господин и сам Франциско к какой-то средневековой арке, подслитыми в одно домами, за которой пока-то вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху впереди. И опять было похоже, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибю. Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в такой же визитке с круглыми полами и с такой же зеркально причёсанной головой. Удивлённый он даже чуть было не приостановился, но, как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление. Шутя, сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце её вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом тёмном острове. Только что отбыла гостившая на капли высокая особа Рейс семнадцатый, и гостями с Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную бельгийку с тонкой твёрдой от корсета талии и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, самого видного из лакеев угольно-чёрного огнеглазого сицилийца и самого расторопного коридорного маленького и полного луиджи, много переменившего подобных мест на своём веку. А через минуту в дверь комнаты господина Сан-Франциско легонько стукнул француз мэтр тотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать и в случае утвердительного ответа, в котором, прочим, не было сомнений, доложить, что сегодня лангуст, розбив, спаржа, фазан и так далее. Пол ещё ходил под господинами Сан-Франциско, так закачал его этот дреной итальянский пароходишко, но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метр до тела окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни мокрых цветов в саду и с неторопливой отчётливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей в самой глубине залы, что пить они будут вино местной, и каждому его слову метр до тела поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина Сан-Франциско, и что всё будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил, «Всё, сэр?» и, получив в ответ медлительное «да», прибавил, что сегодня у них вестибюле Тарантелло, танцуют Кармелло и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристов. «Я её видел на открытках», сказал господин Исан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе, её муж, двоюродный брат, сэр», отвечал мэтр до тела. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин Исан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться. Повсюду зажёг электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеском мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время, как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи в своём красном переднике с лёгкостью свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слёз смешившие горничных пробегавших мимо с кафельными вёдрами в руках, кубарем катился на звонок и стукнув в дверь костяшками с притворной робостью, с доведённой до идиотизма почтительностью спрашивал, «Вы звонили, сеньор?» и из-за двери слышался неспешный и скрипучий обидно вежливый голос, «Да, входите!» Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всяк испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений. Выбрившись, вымывшись, ладно, вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щётками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугла жёлтого черепа, натянул на крепкое старческое тело исполняющее от усиленного питания талии кремовое шёлковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями чёрные шёлковые чулки и бальные туфли, приседая, привёл в порядок высоко подтянутые шёлками по мочами чёрные брюки и белоснежную свыпятившуюся груди рубашку, вправив блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твёрдым воротничком запонки шейной. Пол ещё качался под ним, кончиком пальца было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и, наконец, сияющим от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нём и повторяясь в других зеркалах. О, это ужасно! Пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и, не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно глядел свои короткие с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением «Это ужасно!» Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг и, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциска ещё больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, ещё раз оглядел себя в зеркале. «Это Кармелла смуглая с наигранными глазами, похожая на мулатку в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно!» подумал он и бодро выйдя из своей комнаты и, подойдя по ковру к соседней Жениной, громко спросил, «Скор ли они?» Через пять минут звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. «Отлично!» сказал господин Сан-Франциско и, не спеша, пошёл по коридорам и по лестницам, усланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шёл, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулой с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шёлковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал её. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком с загромождённым коробками сигар и египетских папирос, взял большую манилу и кинул на столик три лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеял на него нежным воздухом, померещивая с верхушка старой пальмы, раскинувшая по звёздам свои бои, казавшиеся гигантскими, донёс одалённый ровный шум моря. В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ипсона, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумлёнными глазами. Холодно осмотрев его, господин и Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу возле лампы под зелёным колпаком, надел пенсне и, дёрнув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочёл несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетела с носа. Он рванулся вперёд, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашкой выпетела скорбом и всё тело, извиваясь, задирая ковёр каблуками, поползло на пол. отчаянно борясь с кем-то. Не будь в читальне немца быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие. Мгновенно задними ходами умчали бы за ноги и за голову господина и Сан-Франциско куда подальше, и не единой душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком. Он сполошил весь дом, всю столовую, и многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья. Многие бледнее бежали к читальне. На всех языках раздавалось «Что? Что случилось?» И никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор ещё больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так пустяк, маленький обморок с одним господином и сам Франциско. Но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с чёрных шёлтовых ног с плоскими ступнями. А он ещё бился, он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившиеся на него. Он мотал головой, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный в конце нижнего коридора, прибежала его дочь с распущенной волосами, в распахнувшемся капотике с обнажённой грудью, поднятой корсетом. Потом большая, тяжёлая, уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле всё кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимый, испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, до обеда ли, но молча, с обиженными лицами. Меж тем, как хозяин подходил то к одному, то к другому, в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятностей. Тарантелло пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в пивную. И стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюре, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в свои клетки, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой из потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отбиском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось. Хрип оборвался. и медленно, медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть красотой, уже давно подобавшей ему. вошел хозяин. Уже умер, сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо принести покойного в его комнату. О, нет, мадам, поспешно, корректно, но уже без всякой любезности не по-английски, а по-французски, возразил хозяин, которым совсем неинтересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. Это совершенно невозможно, мадам, сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревши на него, села на стул и, зажав рот платком зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло, она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Ходяин с вежливым достоинством осадил ее. Если мадам не нравится порядка отеля, он не смеет ее задерживать и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на капли хотя бы простой готовый гроб?» спрашивает мадам. «К сожалению, нет, ни в коем случае. А сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такой ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Она выходила в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел в стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные что-то штопы. Вошел Луиджи с кучей платья на руке в туфлер. «Готово?» озабочно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора и легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Отправление!» шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов. И горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг к другу. Потом он мягко подпрыгивая подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса почтительнейше спросил «Вы звонили, сеньор?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипучи, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери «Да, лейтите». А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом капли голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к сорок третьему номеру глинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам капри, среди каменных оград и виноградников все вниз и вниз до самого моря. извозчик, квелый человек с красными глазами в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках был с похмелья, целую ночь играл в кости в троторе и все хлистал свою крепкую лошадку по-социльянски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остырях высокой медной сиделки с оршинным трясущимся на бегу птичьим пером торчащим из подстриженной челки. извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последней полушки проиграл ночью все теми дики, которыми были полны его карманы. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря под утренним небом хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу на нежной и яркой синеве, который так густо и полно налит неаполитанский залив, уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез бессонной ночи глазами, и через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто Кастеломаре, навсегда увозят Капри, семью и Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестокостях и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей, и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокости сверх всякой меры. И человечество навеки запомнило его. И те, что в совокупности своей столь же непонятно и по существу столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны бежать по каменистым тропинкам и все в гору вплоть до самой вершины Монте-Тиберио нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокойные тем, что мертвого старика и сам Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того, только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодошник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам. Он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья и Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуя своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на дно уха. А по обрывам Монте-Соляру, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам спускались от Анакапри два обруцких горца. У одного под кожным плащом была волынька, большой козий мех с двумя дудками, у другого нечто вроде деревянной цебницы. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ним, и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под остепительным солнцем, которое жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще поутрнему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразит человеческое слово. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега нового света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространства из одного порта у Паугауза в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в старый свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм и опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море на того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых сияющих люстрами и мрамором залах был, как обычно, людный бал. В эту ночь был он и на другую, и на третью ночь, опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. А на самой верхней крыше его одиноко высели среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин. Той кухни, раскаляемой из-под адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшиеся в этом туннеле, похожим на жерло. А средина Атлантиды, столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром, и опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных, грешно-скромная, хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледно от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными палдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку. Не того, что стоит гроб, глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак океан диугу. Спасибо за субтитры субтитры